Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое во всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 29 июня, понедельник, и мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Глава 9 сегодня перед нами, стихи с 18 по 33. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им, «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, и дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сидели бы, как садом, и были бы подобны гамморе». Что же, скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Сегодня перед нами довольно-таки трудный текст. И здесь я вынужден повторить уже то, о чем говорил с вами совсем недавно. Это то, что апостол Павел в своих посланиях обращается к различной аудитории. Эта аудитория может быть как языческая, так и иудейская. Например, если мы сравним послание к Галатам, например. Там апостол Павел спорит с иудеями, но обращается к бывшим язычникам, сейчас уже христианам, Галатам. Или же послание к Коринфянам. Здесь же мы видим обращение к людям с иудейским мышлением. Потому что идея некого вечного предопределения, вечной абсолютного суверенитета Бога – это иудея чужда христианству. Потому что человек лишается тогда свободы. Если ты грешник, то значит Бог этого хочет, чтобы ты был грешником. И здесь апостол Павел напоминает иудеям именно это мышление. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто? То есть мы видим, опять же, пример диатрибы, классической античной диатрибы. Спор с невидимым противником. Иудей как бы вопрошает. Ну так вот, если вот так вот все обстоит дела в отношениях человека и Бога, за что же еще обвиняет человека Бог, если это все по воле его, если это его суверенитет. Ибо кто противостанет воле его? И апостол Павел говорит, а ты кто, что споришь с Богом? Он напоминает вот эту иудейскую парадигму мышления. О том, что творение не может быть выше творца. Невластен ли горшечник? Вот как раз-таки это пример, что горшечник, сотворивший горшок, он власти над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, для горячего, для низкого. Господин властен это сделать. Что же, если Бог, желая показать гнев свой и явить могущество свое, свидетельским долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, Бог имел право, но он щадил, дабы вместе и видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. И здесь идет, продолжается мысль о том, что, ну, во-первых, Бог был властен в своей, у него суверенная власть, он напоминает как бы эту мысль иудеям, у него суверенная власть, и ты не можешь на нее посягнуть, так как горшечник, он творит, что хочет с глиной. Но в то же время Бог по своей, с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые готовы и к погибели. То есть были те люди, которые действительно были греховны, но Бог их щадил, дабы вместе и видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. И дальше идет мысль о том, что Бог призвал всех. И об этом есть пророчество, пророчество и у Осии, и у Исаии. Но там говорилось о том, что назову народ, который не мой народ, назову своим народом, и которая не была моя возлюбленная, назову возлюбленной. Благодать Божия сойдет на всех, и на язычников в том числе. А на сосуды праведности, казалось бы, которыми должны были стать иудеи, он не обратит внимания, потому что они, скажем так, ожесточили свои сердца по отношению к Богу и не принимают жертву его сына. Далее, Исаия говорит об остатке. Израильский народ – песок морской, но спасется только остаток. Нужно понимать, что это не нужно воспринимать буквально как программа к действию, потому что сразу начинаются какие-то лишние спекуляции на эту тему, потому что многие говорят, вот спасется очень мало людей. Но, во-первых, пророчество – это не предсказание, это важно понимать, потому что пророчество, оно назидает, оно побуждает к действию, оно не предсказывает будущее. Это важно понять, что пророк – это не предсказатель. Это очень важно понять. Пророк, особенно ветхозаветный пророк – это не предсказатель, это тот, кто возвещает волю Божию. И люди могут послушаться воле Божией, и тогда не сбудется то, что предрекает пророк. Так было с пророком Ионой, например. Так или иначе, читаем дальше. Дальше, в 30 стихе скажем, что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему так произошло? Действительно, язычники не искали этой праведности от закона, но ее искали праведности, это искали иудеи. Но язычники оправданы, а иудеи гибнут. То есть апостол Павел говорит о том, что они не достигли закона праведности. Почему так произошло? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Вот этот вот дисбаланс, нарушение правильных отношений между человеком и Богом, когда ты пытаешься заслужить у него благодать, хотя ты должен принять ее как дар, через веру, это было невозможно. Поэтому и выглядит это все со стороны, как будто Бог ожесточил сердца иудеев, дабы они, скажем так, отвернулись, и через это в церковь вошли язычники. И дальше апостол Павел будет проводить такую параллель. «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Пророчество, здесь 33 стих, это Псалом 117, 22 стих, который говорит о том, что камень преткновения для иудеев – это был Христос. И действительно, они ожесточились и не уверовали в Него. Но они должны помнить, что все в руках Божьих, и все подвластно Богу. Апостол Павел, по крайней мере, напоминает им эту парадигму мышления. В христианстве она потом уже поменяется, потому что христианство дарует человеку свободу, свободу выбора, и не детерминирует человека, а хочет, чтобы человек по своей свободной воле возлюбил Господа и доверился Ему. Будем молиться, дорогие братья и сестры, любить Бога и читать Писание, и помнить, что Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзястся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Субтитры создавал DimaTorzok